Здравствуйте, друзья! Вы смотрите еженедельный дайджест IT-портала GESIT.com. Он включает море позитива и самые интересные новости IT-индустрии, которые произошли в первую неделю нового года. На данный момент во всех видеокартах NVIDIA GeForce RTX 20 установлены топовые чипы GDDR6 памяти с эффективной частотой 14 ГГц. Даже модель RTX 2060 будет их использовать, хотя на рынке есть и более доступные аналоги. Оказывается, такая память является весьма дорогой. Ее стоимость на 70% выше, чем у привычных микросхем GDDR5 с эффективной частотой 8 ГГц. В результате использование шести таких чипов повышает ценник видеокарты на 22 доллара. Возможно, это одна из главных причин, почему NVIDIA выбрала GDDR5 память для бюджетных игровых адаптеров с архитектурой Turing. Предположительно, в рамках CES 2019 будет представлена видеокарта MSI RTX 2080 Ti Lightning Z. В частности, новинку заметили на страницах оверклокеров с никами Little Boy и Guns Liner. И хотя результаты были спрятаны, источнику этой новости удалось раздобыть фото печатной платы и узнать показатели разгона. Известно, что адаптер создан на базе графического процессора NVIDIA TU102 с поддержкой 4352 CUDA-ядер и 11 ГБ GDDR6 памяти. А разгонный потенциал GPU в ручном режиме превышает 2450 МГц. Достижение такого результата стало возможным благодаря 19-фазной подсистеме питания с тремя восьми контактными коннекторами и системе охлаждения на жидком азоте. В магазине New Egg появился новый корпус от компании Deepcool с ценником 258 долларов. Эта стильная и вместительная модель выполнена из стали, пластика и закаленного стекла. Она может принять в себя плату с восьмью горизонтальными и двумя вертикальными слотами расширения, шесть накопителей, кулер высотой 186 мм и видеокарты длиной 40 см. Главной же ее изюминкой является встроенная процессорная СВО с 280-мм радиатором и двумя 140-мм вентиляторами с RGB-подсветкой. TDP совместимых процессоров не указывается, но ее можно использовать со всеми популярными платформами Intel и AMD. В китайском магазине JD замечен новый блок питания Corsair SF750W, который пока еще не появился на официальном сайте. Он создан в компактном формате SFX, но при этом обладает мощностью в 750 Вт. Также устройство может похвастать полностью модульной системой кабелей, платиновым сертификатом эффективности и качественной начинкой, которая состоит из японских конденсаторов высокотемпературных серий. В продажу новинка поступит с 7-летней гарантией по цене $190. Состоялась презентация нового внешнего аккумулятора Xiaomi Mi Powerbank 3 мощностью 20 000 мАч. Он оснащен портом USB Type-C, который способен выдать 45 Вт выходной мощности, так что новинку можно использовать даже для подзарядки ноутбуков. Также в наличии есть еще два порта USB Type-A для других периферийных устройств. В свою очередь, встроенные защиты от повышенного тока, мощности и короткого замыкания гарантируют безопасность в процессе зарядки. Для восстановления Powerbank потребуется 4,5 часа, а следить за уровнем оставшегося заряда можно с помощью четырех светодиодов на корпусе. В продажу новинка поступит 11 января с ценником $29. Мини-ПК Asus ProArt PA90 нацелен на творческих людей, дизайнеров, инженеров и создателей контента. Поэтому он обладает стильным дизайном и мощной начинкой. Его топовая версия построена на базе профессиональной видеокарты NVIDIA Quadro P4000, 64 ГБ УЗУ и восьмиядерного процессора Intel Core i9-9900K. Охлаждение последнего возложено на тихую СВО закрытого типа. Если температура поднимется выше 80 градусов, верхняя крышка корпуса автоматически откроется, увеличивая воздушный поток. Еще новинка может похвастать отличным набором беспроводных и внешних интерфейсов, который включает 4 порта USB 3.1 Gen 2 и 2 Thunderbolt 3. Но чем не конкурент устройствам Apple? На днях был представлен компактный проектор Xiaomi Mi Home Proектор Lite. Он отличается скромными размерами и небольшой массой, но может проецировать изображение с диагональю до 200 дюймов и разрешением Full HD. Ресурс светодиодов заявлен на уровне 30 тысяч часов, а максимальная яркость составляет 500 люминов. Также имеется поддержка стандарта HDR10. В корпус новинки встроена приставка Mi TV и динамик для удобного просмотра фильмов. А сама она поступит в продажу с ценником 365 долларов. В рамках выставки CS 2019 компания Gigabyte покажет свой первый монитор. Он принадлежит к игровой линейке Aorus и получит 10-битную панель с частотой 144 Гц и поддержкой технологии AMD FreeSync. Также известно об эргономичной подставке с обилием настроек и стильной LED-подсветке, которая встроена в тыльную часть корпуса. Полноценный релиз ожидается 16 января. Chromebook Tablet от Asus позиционируется как самый прочный планшет для учебы. Он отлично переносит перепады температуры и влажности, а также с легкостью выдержал тесты на вибрацию и падение, согласно военному стандарту. А за счет особого текстурного покрытия вам не придется волноваться за царапины или отпечатки пальцев. Сам же планшет оснащен 9,7-дюймовым сенсорным экраном с поддержкой комплектного стилуса и шестиядерным процессором с 4 ГБ ОЗУ. Также в его арсенале присутствует порт USB Type-C и неплохой аккумулятор. Работает новинка, конечно же, под управлением Chrome OS. В продажу по цене от $900 поступил классический бизнес-лэптоп серии Acer Travelmate. Он обладает достаточно тонким и легким корпусом, поэтому не обременит при частых поездках. На выбор покупателя предлагается три процессора Intel Core 8-го поколения, самый мощный из которых имеет 4 ядра и 8 потоков с бустом до 4 ГГц. Вместе с ним установлено 16 ГБ ОЗУ и SSD-накопитель на 512 ГБ. Также во всех версиях используется 14-дюймовый Full HD IPS-экран и встроенное видеоядро UHD Graphics 620. А для защиты информации предусмотрен сканер отпечатков. Работает новинка под управлением Windows 10 Pro. Компания HMD Global готовит инновационный флагманский смартфон Nokia 9 с кодовым названием Beholder. Его главной изюминкой являются сразу пять основных камер с оптикой CES и технологией зум-камера. Также на фото видно, что сканер отпечатков встроен в экран, который по слухам построен на базе 5,9-дюймовой QHD OLED-матрицы. Внутри же установлен процессор Snapdragon 845, 8 ГБ ОЗУ, аудиосистема Nokia OZO и аккумулятор на 4150 мАч с поддержкой беспроводной зарядки. Работает новинка на чистой ОС Android Pie, а её анонс должен состояться в рамках выставки MWC 2019. Компания ASUS представила новый беспроводной маршрутизатор, созданный для больших помещений. Он поддерживает все современные стандарты и может работать в двухчастотных диапазонах с суммарной пропускной способностью 2333 Мбит в секунду. А для обеспечения стабильного и мощного сигнала используются три внешние и одна внутренние антенны. Также список преимуществ новинки можно дополнить двухъядерным процессором, портом USB 3.1 и целым ворохом полезных технологий, таких как ASUS QOZ для приоритизации трафика или AI Radar для усиления сигнала. Итак, новостной блок позади. И пока возникла пауза, расскажите, как отметили Новый год и что получили в подарок от Дед Мороза. А мы в ответ поделимся свежими обзорами. В понедельник был представлен обзор материнской платы ROG Maximus 11 Hero. Заплатив порядка 330 долларов, вы получаете поддержку самых передовых интерфейсов, звуковую подсистему флагманского уровня, возможность мониторинга работы СВО и ряд управляющих элементов на поверхности платы для упрощения оверклокинга. К слову, при разгоне также пригодится дополнительный разъем питания, а продуманная система охлаждения поможет избежать проблем с перегревом. По традиции, 1 января главную страницу нашего портала украсили новогодние поздравления от партнеров и итоги ушедшего года. Всего нам удалось подготовить более 250 обзоров и полутора тысяч новостей. А статистика посещаемости ресурса под конец года даже немного улучшилась, поэтому хотим поблагодарить вас за поддержку и интерес к GESIT.com. Что же касается YouTube-канала, то в 2018 мы общими усилиями преодолели историческую планку в 100 тысяч подписчиков. И главное, не планируем останавливаться на достигнутом, а будем и впредь радовать вас интересным и качественным контентом. И вот уже 2 января мы решили порадовать читателей актуальным геймплейным тестированием. Идея создания этого материала родилась во время работы над сборкой на процессор Hintel. Там мы сразу сказали, что создание игровой системы базового уровня лучше начинать с четырехпоточных Pentium, а не двухъядерных Celeron. Предлагаем и вам наглядно убедиться в справедливости этого утверждения и заодно вынести приговор всем двухъядерным процессорам, как новым, так и вариантам на БУ-рынке. В четверг пришла очередь обзору комплекта оперативной памяти Team Group T-Force Excalibur RGB объемом 16 ГБ. Новинка подойдет тем, кто желает получить готовое решение с гарантированно высокой частотой. Более того, активация XMP-профиля и простая корректировка настроек в BIOS позволят достичь стабильных 4 ГГц. Также память порадовала удачным сочетанием черно-белого дизайна и равномерной подсветки, использованием чипов Samsung и отличным охлаждением. Днем позже был представлен обзор материнской платы ROG Strix Z390F Gaming. Эта модель является практически полным аналогом ROG Strix Z390E Gaming, за исключением нескольких некритичных нюансов. Особо приятно, что Asus позволяет не переплачивать за ненужные опции, поэтому выбор остается за вами, если в приоритете цена, то можно сэкономить. Но если вы хотите создать мультимедийный центр с двумя M.2 накопителями и беспроводным модулем, то стоит доплатить. И наконец в субботу мы опубликовали еще одно не менее интересное геймплейное тестирование. В прошлом материале мы разобрались во что и насколько комфортно можно поиграть в системе с двухпоточным процессором. А в этот раз решили провести аналогичный тест для четырехпоточной бюджетной модели Pentium Gold G5400. Решают ли потоки при том же количестве ядер? В этом мы и разобрались. Ну а на этом все друзья, такие новости и обзоры были опубликованы у нас на сайте на прошедшей неделе. С праздниками вас, спасибо что остаетесь с нами и до следующего выпуска. Субтитры создавал DimaTorzok